Всем привет! В этом видео я проведу небольшой эксперимент. Я залью в Lamborghini Huracan Performante дизельный бензин и мы посмотрим что произойдет. Но перед этим я хотел бы напомнить, что я играю на первом серии Мазин Холиплей. Мой ник Кирилл Футболь не забывайте вводить мой ник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Ну что ж, я взял уже свою Lamborghini Huracan Performante и в нее мы займем дизельный бензин и посмотрим что произойдет. Во-первых, я знаю то, что не будет работать чип, она будет периодически лохнуть и может взорваться мотор. Посмотрим, что из этого у нас будет. Я думаю это будет довольно таки интересно, поэтому пацаны ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, садимся в машину, я сейчас все буду делать в принципе. Во-первых, нам нужно сейчас слить бензин и потом уже залить дизельный бензин. Поэтому сейчас подъезжаем к заправочке, вот подъезжаем сюда, чтобы мы потом тачку не толкали. Вот, ровно сюда встаем, глушим двигатель. На нумпаде открываем вот такую вот панельку, либо можете прописать вот такую вот команду пацаны, трунк, если что, и тоже открывается эта панелька. Вот видите, у меня вид топлива 98 и залить сейчас 98. Мы этот бензин просто-напросто берем и сливаем с машины. Сейчас он сольется и мы зальем уже дизельное топливо и уже посмотрим, что произойдет с машиной. Она может взорваться, что очень даже страшно, у меня было уже две такие ситуации, когда вели эту обнову, но в принципе ладно. Вот, пишем потом фил, пацаны, дизельное топливо, понимаете, дизельное топливо просто. Полный бак заливаем на 9000, кстати. Дороговато, конечно, но а что делать, пацаны? Все ради эксперимента. Все, заливаем бензин, пацаны. Дизельный бензин начал уже заливаться в наш бензобак, так сказать. Ну что ж, я заправил машину на 9000 и мне сразу написало, вы заправили несовместимое с двигателем вашего транспорта топливо. Ваш двигатель может взорваться или заглохнуть, а сам транспорт может быть плохим управлением. Это вообще прикольно, пацаны. Чип вашего транспорта не будет работать до тех пор, пока вы не зальете совместимое с двигателем вашего транспорта топливо. Чтобы узнать совместимость топлива с двигателем вашего транспорта, используйте Трун или Нумпад 8. Так, пацаны, это уже интересно. И тачка будет плохо управляться. Мне интересно, как это будет реализовано. Вот, пацаны, я заправился, полный бак. Давайте, я нумпад открою. Вот, пацаны, заправлено дизельное топливо, если что. Вообще, для Хуракана нужен 98-й бензин, а я заправил дизельное топливо. Всё, пацаны, теперь я буду ездить и смотреть, что будет происходить. Так, я уже завёл двигатель. Мне просто очень страшно, когда машина начнёт гореть. Это реально будет очень стрёмно, но ладно, в принципе, мы просто на светофоре. Давайте я, наверное, поеду в сторону Кремля, чтобы никому не мешать, потому что машина очень сильно полыхает, если она взорвается. Прям очень сильно. Давайте я просто буду ехать, пацаны, по этой дороге. У нас полный бак. И когда будет что-то происходить, я буду это комментировать. Да, кстати, пацаны, я пробую включить чип, он не работает вообще. Да, видите, 134, а так бы я мог ехать 150 на Хуракане. Да, пацаны, чип реально не работает, но пока что машина не глохнет и ничего с ней не происходит. Продолжение следует... Итак, мне пришлось, что минутку отойти, но, пацаны, короче, я уже доехал, получается, почти долька трасса, не заглохла ни разу машина и вообще ничего не происходит. Она просто едет, просто не работает чип и всё. Машина не глохнет, управление, как было, так и осталось. Ну, давайте попробуем ещё доехать там до Южного, может, до Разамаса и, возможно, что-то всё-таки произойдёт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, пацаны, начало происходить что-то непонятное. Кроме того, что вдебался у меня чувак какой-то, ничего не произошло. Но, как я только начал подъезжать к Канашану, вы видели, машина на секунду начала ехать 158 километров. Я не знаю, связано ли это с бензином, либо это просто какой-то бах, либо пинг, но реально машина, вы видели, чуть-чуть поехала 158 километров. Хотя чип, как бы я не подрубал, он не работает, если что. Ладно, давайте дадим туда Дарзамаса и уже будем смотреть, произойдёт что-то ленит, потому что машина ещё ни разу не заглохла, не взорвалась, ничего просто. Вот немножко бажок был, типа что на 158 ехала, и всё, больше ничего такого не было. Ну ещё еблан меня въебался, и всё. Так, пацаны, вот первый раз машина заглохла, как вы могли заметить, я просто ехал и заглох просто-напросто двигатель. Так, о, завелась, всё, поехали дальше, в принципе, давайте посмотрим, что с ней будет происходить ещё. Продолжение следует... 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 Итак, пацаны, за всё время теперь второй раз заглохла машина, понимаете? Я уже выкатал почти весь бензин, у меня всего лишь просто два раза заглохла машина, и всё. Ну ладно, едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Я вот к заправке подержал, что-то у меня машина немножко дёрнулась, и возле машины типа скорость увеличилась, была 158. Не знаю, с чем это связано, возможно это было из-за того, что там было много игроков, пинг там, все дела и так далее. Ну короче, вы поняли. Суть эксперимента была в том, что я думал, что будет что-то похуже на самом деле с Lamborghini, но мне ничего не произошло. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, я могу там в следующем видео, допустим, в Rolls-Royce залить дизельное топливо, либо в РС-ку, поэтому пишите в комментариях, ну и ставьте лайки. Всё, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.